Горис уже встали, то есть он уже в основной линии вашего стола? Да, смотрите, там сделали специально, потому что в основной системе M32 что-то есть сейчас лучше. За то время, пока я делал ARN, пока у меня не было времени заниматься, там что-то улучшилось. Поэтому что мы сделали? Мы сделали параллельно. Есть компайл тайм-свитч, который позволяет скомпилировать либо реактор с сервисом, либо реактор с стандартной Windows 2.0 системой. Всё это уже именно в трампе. Следующий вопрос. Насколько большие проблемы с крентинг-пробием? Потому что большая часть его дает расписки о неразначения и насколько это проблема? Вот, с этим говоря, да. Почему я иногда называю реактор не чисто инженерным проектом, а в некотором роде совсем чуть-чуть научным? В чем заключается научность? В том, что мы на самом деле занимаемся исследованием этих недокументированных API. Мы пишем тесты, которые позволяют выяснить, как этот API работает в режиме черного ящика. То есть, вот мы даем им какие-то параметры на вход, смотрим, какие результаты, да. Даем параметры какие-то уже обоснованные, смотрим, что в результате получается, как API работает, что происходит, чем отличается от документированного образа, чем недокументированного. Ну, на самом деле, то есть, как бы обобщая, да, вообще говоря, самая большая проблема – это с WinAPI. То есть, Native API в данном случае вообще просто замечательно, потому что, ну, само ядро спроектировано там намного лучше, если мы его сравним с WinAPI. WinAPI – это вообще там, ну, хак на хакинг, словно говоря. Вот, в частности, в случае с ядром, ну, там, кое-где там стоит покопаться, да, там, что за параметр такой. Майкрософт не документировал, ну, там, хорошо, там, попробовали, попередавали, там, подумали, посоображали, поговорили с людьми, нашли. Оказывается, это вот это вот, там, ну и ладно. То есть, ну, в принципе, с Native API, на самом деле, по большому счету, скажем так, проблем нету. Это уже сейчас, может быть, самая новая версия Windows в сервере API 12. Там что-то новое добавилось, да, там, могу сказать, там, да. Я вот не смотрел, там, в остальные вот не смотрели. Ну, по сути своей, он, на самом деле, там, со времен Индии 4, он расширился там совсем немного. Вот, так что нет, с ним проблем нет. И последний вопрос. Я видел, что вы используете некоторые сторонники библиотеки, в летаемой данной сонки швейтовой. Да. А это серьёзная проблема у вас? А может, у них предложения будут идти слишком, наверное, да? Или сверстки? Да нет, я бы сказал, это не то, что не проблема. Вообще, там большое счастье, что есть фри-тайп, да, он нам сэкономил кучу человека лет и писание фонтового кода шрифтового, да? Ну, вообще говоря, шрифт, он есть шрифт, да, его можно нарисовать там с определенными опциями, да? Там хинтинг, там, кель этот, то, что было запатентован недавно, да, сейчас патент истёк, да? Поэтому он либо его рисует каким-то образом, да, буквы как-то совпадают, либо он его не рисует вообще. Вот. Вот проблема вот такого рода, вот, как я вот сейчас покажу, вот здесь вот. Вот здесь, видите, внизу циферки 1 и 2. Ну, здесь вообще такой маленький кронщик, что я здесь ничего не вижу, ладно. В общем, они не на своём уровне нарисованы. Ну, это не проблема при тайпе, это проблема обёртки, которую мы сделали. Там пофиксили два параметра и всё, всё встало на свои места. Так что, на самом деле, вот там по максимуму стараемся интегрироваться с другими свободными проектами. И для них это всегда, как бы, плюс. То есть мы не только там их используем, да? Мы всегда, так как мы, если мы что-то берём и используем, то мы это используем так, как никто другой, на самом деле. Поэтому мы им всегда отсылаем свои баг-репорты. То есть, ну, на самом деле там Vine, да, он там от нас получил просто кучу патчей, которые исправляют различные там бафферовые раны и всё прочее, то что они, как бы, не замечали. Тот же Free Type, мы точно отправляли туда нескольких фиксов, которые были приняты, которые, как бы, сделали рисование шрифтов лучше. И, естественно, компилятор, я про него не стал рассказывать особо долго, но, на самом деле, мы используем GCC, да? Которые вообще никто и не думал, что им под винду будут компилировать, да ещё и ядро, да? То есть он, как бы, немножко не для этого был сделан. Поэтому мы там нашли просто кучу разных мелочей, которые, ошибок, которые нужно было доработать, исправить. Мы им их послали, всё принято, то есть, ну, как бы, внесли свой вклад. Поэтому, нет, наоборот, не проблема, наоборот, это круто, что есть другие проекты, и Reactos, ну, и так задача, на самом деле, такая немаленькая, да? А вот когда в неё можно включить, раз, какую-то свою часть, и всё. Вот, кстати, есть такая библиотека Lightweight IP, LWIP. Вот, она у нас сейчас используется в качестве CPI-IP stack, популярная библиотека такая. Ну и здорово, то есть нам не пришлось заново делать опять этот весь CPI-IP stack, то, что уже там, ну, то, что уже известно, да, как бы, нужно просто реализовать. Отлично оно реализовано, делаем соответствующую обёртку, так как послойная система Windows сетевого стэка это позволяет, и используем. То есть, ну, здорово. Так, у меня есть вопрос такой общий, может быть, сейчас знают, а я не знаю. Несколько слов о нас в сообществе Reactos, да? Сколько штук рабочих, в каких странах они живут? О, отлично, отлично, спасибо. И как вообще процесс построен, так сказать? Значит, сообщество, значит, большое, условно говоря, да, там, если мы измеряем там в количестве, да, количестве, да, ну, примерно это там, если не ошибаюсь, то последний раз это было где-то 30 тысяч человек, участников, да, которые у нас общаются на форуме, да, как количество измерителей и показатели. Потом, по числу скачиваний, по-моему, это миллионы в год, если я не ошибаюсь. На SourceForge есть статистика, говорю, ну, смотри. Вот, ну, она даже меня, хотя я, как бы, человек такой зависимый, наверное, но все-таки там занимаюсь этим проектом, но она меня удивила. Потому что система экспериментарная, использовать ее по сути своей нельзя. Но, тем не менее, люди так сильно стараются, что это даже придает мотивацию. То есть даже где-то кто-то присылал фотографию, которую показывал, где где-то в Китае, в каком-то супермаркете стоит реактор, и они там какую-то свою программу используют. Я вообще от этого удивился, ну, как бы, зная все те проблемы, которые у нас есть в системе, я думаю, ну, как же можно было стоять на продакшен, вот. Но, тем не менее, люди скачивают, и достаточно много, да, каждый новый релиз вызывает там кучу эмоций, волну просто по всем разным этим самым. Вот. Комьюнити, оно, ну, держится на некотором стабильном уровне, потому что, ну, оно не может расти больше, потому что система экспериментальная. То есть все те люди, которые вот увлечены, которые этим процессом панируют, наверное, там вокруг нас собрались. По поводу, где оно находится, да. На самом деле, вот когда я там сказал, в 2003 году, я был первым в этом комьюнити небольшом, кто был из России, да. Потому что проект, он не возник тут у нас где-то, да, там, или он не возник где-то еще. Он, на самом деле, он поистине там международный, да, потому что у нас за все время у нас активный вклад. Вначале больше было людей из США, разработчиков, работали. Потом из Европы, вот. Вот сейчас там переместилось, в большей части это вот в Германии, очень такое педантичное немецкое сообщество, которое очень четко ко всему подходит, мне это очень нравится. У нас есть активные люди даже из стран, там, и совершенно другие, допустим, там, из Франции, да. Человек, там, работает, там, над исследованием, там, кандидатскую пишет по физике, да. А вот в свободное время, там, он в Реактесе работает. Испания, Италия. То есть, ну, вообще, на самом деле, это вот для меня, да, почему меня это так проект увлек, да. Там, замечательно, когда приезжаю в какую-нибудь страну, и там точно есть хотя бы один человек, который свой, который из Реактеса, который, с которым можно встретиться, поговорить, обсудить, он покажет свою страну, как ее, скажем, житель. Вот, или там, или какое-то сообщество свое небольшое. То есть, на самом деле, очень много где. Даже есть один человек у нас из Алжира. Вообще, казалось бы, ну, там, для меня, допустим, это далекая страна. Ну, нет, вот там, общаюсь. У каждого, у каждого есть какие-то свои культурные вещи, да, национальные вещи. Но все каким-то образом вот умудряются работать. А моя задача, как координатора проекта, во-первых, быть с каждым в дружеских отношениях, потому что у некоторых стран наблюдаются взаимные неприязни, да. Ну, как ни странно, там, несмотря на все многократные, там, и политические события, и все, что угодно, там, к счастью, ко мне относятся не как к какому-то, там, человеку из никакой непонятной страны, а вполне нормально нахожу общий язык, вот. Поэтому, ну, у нас сформировалось достаточно небольшое сообщество, да, за счет того, что, ну, все-таки, как бы здесь, ну, я из России, да, наверное, пиар намного больше, там, как бы все это обсуждается, там, каким-то образом ведется, вот, ну, здорово. То есть я, на самом деле, рад, то, что, ну, вообще, достаточно много людей из России, разработчиков, да, я смотрю всегда, кто там делает коммиты в ядро или, там, патчи в двое, всегда там вижу славянские, скажем так, фамилии, то есть я не знаю, кто они там точно, но они звучат точно именно по-русски, может, по-украински или еще как-то, но, тем не менее, они такие вот наши. Это меня безусловно радует. Вот. А так проект, проект полностью международный. То есть он, наверное, ну, вот мы сделали официальную организацию, юрлицо, для того, чтобы хоть как-то представить проект, мне помогли здесь мои друзья сделать это вот именно некоммерческий фонд в России. Ну, там, больше всего пожертвований, это, там, в странах ЕС, поэтому гонять эти пожертвования сюда, а потом платить из них за сервера, за аренду серверов, за все остальное, отсюда это неудобно. То есть, ну, все для этого сделали там, в Германии некоммерческая организация, которая там напрямую все принимает, платит, поддерживает инфраструктуру и все прочее. Вот так. Я сейчас хотел бы получить оценку предыдущего вопроса у разработчиков, как видите? А, именно разработчиков? А, сейчас. Ну, тут дело в том, что, смотрите, как там. То число, на самом деле, которое сложилось сейчас, какое-то плавающее, да? Потому что кто-то становится активным, кто-то становится пассивным, да? Например, даже я сейчас стал пассивным разработчиком. Вот этот вот график, он тоже, на самом деле, показывает. Вот смотрите, вот он в самом начале, да? Вот это, как я делал коммита, да? Видно, что в 2014 году их количество так немножко пошло на нет, потому что я стал заниматься большей частью управленческой, а не ходом на лоб. Но вот общее число, которые там вот этих вот девелоперов, которые вот так вот каким-то образом меняются, оно примерно установилось на уровне 30 активных человек, активных разработчиков, которые в конкретный данный момент, вот можем там сказать, там, вот они, кто там работает, да? Вот они там, все в IRC-канале, все в списке рассылки, вот это примерно 300 человек, да? Общее число разработчиков, которые внесли свой вклад, а его на этом надо посмотреть на OpenHUB, ну, это, скажем так, сотня людей. Может быть, даже по тысяче будет, ну, не знаю. Ну, они все как бы, кто-то пришел, поработал, да? Самых лучших у нас, естественно, ушли работать не куда-нибудь, а в Microsoft. Ну, понятно, да? Подучились как следует, и вперед Microsoft Kernel Team захайривал их. Нормально, ну, как бы я за них рад, конечно, но печально, что то они у нас что-то делали, а то пошли деньги зарабатывать. Ну, вот, примерно, так-то так. Следующий вопрос у него был про релиз циклов. То есть он там не фиксированный или на этот рост? А, вот, это хороший вопрос. Он у нас активно обсуждался, значит, говорю. Моя позиция, да, по данному вопросу. Она моя позиция очень интересная. Я агитирую то, что в Free Open Source Community у нас есть подход. Да, такой сможет. Релиз early, release often. Но у нас так получается, что большинство людей, они очень такие вот. Они говорят, нет, мы не хотим релизить фигню. Мы хотим, чтобы вот наш релиз был вот такой вот крутой, чтобы там по максимуму все работало, да? Я говорю, ну, ребят, вообще-то, говорю, у нас система-то экспериментальная, альфа-версия, говорю даже. Даже там не бета-версия, а альфа-версия. Которую там вообще просто посмотреть. Я говорю, зачем вы так стараетесь такой quality control делать, что каждый релиз там, чтобы вот это, вот это, вот это, вот это работало, а то, что не работает, ну ладно. Ну вот там, скажем, я же как бы, я координатор проекта, но я не продавливаю свое мнение, да? Я больше арбитр, да? Послушал вот этих, послушал вот этих, говорю, ну, ребят, давайте принимаем решение. Ну, раз вы думаете, что лучше делать один релиз в год, ну, который там будет там отлично протестирован, там у него будет работать то, что работало в предыдущем, плюс что-то еще новое. Ну, хорошо, давайте делать так. Сейчас, на самом деле, там у нас будет, должен был быть, на самом деле, статус митинга сегодня, но я его перенес, потому что он сейчас как бы здесь решил выставить. На вот этом ближайшем статус митинге будет подниматься вопрос о том, что цикл релизов сделать более каким-то понятным и сделать его более счастным. Потому что один релиз в год, он приводит к тому, что у некоторых складываются впечатления. А, у них ничего не происходит, им нечего релизить. А то, что там каждый день выпускается на каждое изменение, у нас есть автоматическая билд-система, которая собирает текущую релизию, полностью автоматизированно тестирует, выкладывает результаты, выкладывает установочный образ и Live CD, и Boot CD. Вот это как бы просто оно остается за кадром, ну потому что большинство приходящих людей привыкло. Надо посмотреть так, релиз. Есть когда последний релиз? Там год назад. Все. Девелопменты нет. Вот это как бы приходящих людей. Но тут еще есть второй вопрос. Вот технические люди, они, как правило, на самом деле настроены достаточно против вот такого там, как мы с вами говорим, маркетинга, да? То есть они говорят, нет, вот тот, кто пришел, увидел, что у вас релиз год назад был, ну и пусть они уходят. И не нужно для них ничего стараться, да? У меня тоже позиция другая. Я говорю, ну, мы все-таки это, на самом деле мы живем за счет приходящего к нам комьюнити. То есть все развитие нашего проекта, начиная с того, когда я туда присоединился, и до текущего момента оно, на самом деле, идет исключительно на вот добровольные взносы каких-то людей по всему миру, которых большинство я вообще даже не знаю и никогда не видел. Вот тем не менее они дают нам денег просто на то, что мы поддерживаем инфраструктуру, а наши люди, соответственно, взамен работают просто за свою вот такую вот идею. Хочется им что-то сделать, хочется им что-то понять, хочется им что-то изучить. Ну, у кого-то может быть там идея сделать мир лучше. Ну, отлично, то есть это на самом деле супер. Вот. И поэтому, как бы, ну, так вот, так делают, такие там представления. Я пытаюсь этим процессом как-то по доброй воле управлять, чтобы это было, ну, более-менее как-то двигалось. Ну, и тем не менее. Ответил на ваш вопрос. Да, спасибо. Да, спасибо. Ну, и там есть еще связанные. Собственно, вот, начинается следующий год после релиза. Есть какие-нибудь обсуждения, там, значит, в чем-нибудь концентрирует внимание там совместно, или это каждый разработчик сам для себя решает? А, да. Значит, за последнее время вот я все-таки, такой термин, продавил некоторые изменения, которые там должны превратить из вот этого вот броновского движения, которое, как известно, хаотичное, не приводит к какой-то цели, да, в некоторые упорядоченные, которые, а упорядоченное движение, оно всегда упорядоченное к чему-то движется. Так вот, одним из относительно недавних достижений это был переход к системе Jira, управление всякими банками и всем прочим, да. Но помимо этого Jira имеет одно отличное преимущество. Она позволяет ставить некоторые цели и выступать в качестве такого, ну, как project management, да. И вот так у нас уже потихонечку получается выстраивать некоторый roadmap, да, там, допустим, релиз 0.4. К нему мы хотим сделать такие-то задачи, там, вот такая задача, там, перейти на новый explorer, сделать, там, улучшить интеграцию, там, оболочки рабочего стола, там, не знаю, там, в ядре что-нибудь улучшить, там, еще-еще. Раз, вот это вот. У каждого есть своя подзадача, у каждого есть связанный с ней баг. Как только, там, вот это вот выполняется, да, там, достигаете цель 0.4, релизим релиз 0.4. Вот. Это как вот один шаг на пути к, ну, это более, конечно, такой профессиональный подход, потому что, опять-таки, для системы, которая экспериментальна, это все не столько актуально, потому что экспериментально она и может ломаться. но, тем не менее, хорошо, что это так есть, и релиз сайкл именно вот сейчас начинаем обсуждать, ставить конкретный родмам с какими-то пунктами, и он, естественно, будет доступным, то есть мы, ну, это в режиме как новостей на сайте, там, публикуем, там, вот наш, там, родмам, что мы хотим сделать, там, к следующему реализму, а вот то, что было сделано в предыдущих, вот так вот. Ну, и еще один вопрос, если можно. Так, ну, начнем, да. Продолжение следует... Продолжение следует... Я понял вопрос, посмотрите, механизм принятия решений мы сделали очень непростой. Я подумал, что до этого много лет он был достаточно хаотичным. Одно время я практиковал такой подход, типа, я сказал, значит, надо делать. Кому-то он нравился, кому-то он нравился, но тогда можно было какие-то цели достигать быстрее. Сейчас мы сделали абсолютно, как это, в отдельной стране сделали демократию. Мы проводим каждый месяц статус митинга из тех разработчиков, которые внесли значительный вклад в развитие проекта. Это примерно те самые 30-40 человек, о которых я говорю. Вот мы собираемся виртуально, не обязательно в одном месте. И говорим, вот у нас такая повестка дня. Такой первый, второй, третий, четвертый вопрос. Давайте, ставим на голосование. И это. Поддержал, против, воздержался. И таким образом принимаем решение. Если совершение принято, большинство так думает, ну, значит, решение воплощается, в жизни реализовывается. Я, естественно, говорю, после каждого голосования говорю, а теперь выбираем того, кто это будет делать. Кто активнее всего выступал, вот он и будет делал. Он работает, делает. Конечно, это, на самом деле, очень интересная тема, потому что это, я вот уже как раз говорил, это мотивация людей, когда на самом деле не имеешь на них вообще никаких рычагов давления. То есть они мне ничего и ничего не должны, и я им тоже. Но, тем не менее, собираемся, обсуждаем, что-то делаем и как-то продвигаемся. Каждый, вот, исключительно из своих благих каких-то побуждений. Вот так, да, я понял, в чем смысл вопроса. Так, Алексей, у меня вопрос про лицензионную частоту, но не со стороны Microsoft, а со стороны Linux. Угу. Значит, если вы, наверное, берете какие-то коды лицензии, соответственно, лицензии требуют, чтобы все, что линкуется с этим кодом, тоже было в сети лицензии, и как будут здесь, так сказать, соответствующие части трендеров, которые вообще там коммерческие, закрыты и прочее? Да, у нас ядро и все прочее, это, естественно, лицензии. Не, вообще, как бы, весь проект под лицензией GPL, да? Но на самом деле включаются разные лицензии, да? То есть, ну, во-первых, это LGPL, да? Притом, с специальной поправкой, разрешающей линковку с бинарными драйверами и программами. То есть, на эту тему мы общаемся с, есть эксперты в этой области, есть Free Software Foundation Europe, вот это, во-первых, есть еще люди, кто нам помогает, кто в этом разбирается в юридических толкостях, да? Вот, и вот они там сказали, что надо вот добавить там из вот этих вот областей, да? Ну, по сути своей, во-первых, там было несколько, несколько фейлборов таких по поводу GPL версии 2, GPL версии 3, то есть какой-то код V3, какой-то V2 по дефолту, да? Некоторая часть разработчиков вообще осуществила двойное лицензирование под BSD лицензии и под GPL. Сторонний проект, который, ну, как вот, Free Type включаем, да? Да, там, какая у них есть лицензия, ее полностью придерживаемся, анализируем, включаем, да? Ну, вот кроме, на самом деле, вот кроме GPL и LGPL, других, не Apache, не других, по-моему, у нас нету кона под такими лицензиями. В плане, да, конечно, трейберов, вот, и вы же хотите взять родной Windows-овый драйвер, так я понимаю, но, ну, это, скорее всего, такое, несовместимое теперь. Ну, почему? Совместимые? Нет, вот смотрите, допустим, мы не говорим там взять драйвер из поставки Microsoft Windows, нет. В данном случае, это, как бы, там, это другой вопрос. А, допустим, драйвер, вот, там, графической карты, да, с сайта производителя, сетевой карты, да, драйвера для Windows, с ними нет проблем. То есть это именно это самое. Вот там есть вот интересный момент, допустим, даже не с драйверами, а с программами, когда вот у Microsoft есть их знаменитый .NET-фреймбург. Вот, казалось бы, как круто его скачать, поставить на ReactOS, и у нас сразу поддержка .NET появляется. Ну, вот, там с этим есть юридические тонкости. Там есть своя лицензия, которая пишет там, этот фреймбург только под операционную систему Windows. Ну, каждый разработчик может себе скачать, попробует, а вот для продальше на это не подходит. И еще у меня есть вопрос. Значит, где-то, там, 7-8 назад Microsoft вот открыл исходник, где программа ротора, ну, там, 80% реалии исходника у него. ВРК, да? Я точно не знаю, сколько и соответствует идти, и где нужна, наверное, несоответственно, да? Вы какую-то пользу из этого вообще смелее извлечье? Интересно где-то? И у вас уже как-то либо пришли от электрографики в курсе, чтобы вам это неинтересно. А какой это? Вот, это проект врата был, значит, игроскоп открыл исходники для университетов, и, значит, мы сейчас и провел с ними вводились. Я так понимаю, идет речь о Windows Research Kernel, ВРК. Да, да, да. Значит, по этому поводу, позиция такая, да, очень, такая, на самом деле, четкая. Во-первых, для того, чтобы все студенты, которые работают с этим ВРК, они обязаны заключить некое соглашение с Microsoft. Да, там, я не знаю, там, это в форме оферты или это в форме с университетом, но тем не менее. То есть это не открытый исходный код. Поэтому у нас формально, юридически пришли к такому мнению, что те, кто получил законный доступ к ВРК, они не могут иметь право коммитить свой код нам. Потому что очень просто. А потому что, если они посмотрят на исходники ВРК, сделают нам в реакции какую-то функцию, Microsoft скажет, да это же прямой производной работой derived work. Даже если они не скопируют, в этом не судьба. Поэтому, на самом деле, вот этого хотелось бы опасаться. И, на самом деле, то, что они вот это зарелизили, на самом деле, нам это только проблем добавило. Потому что, по сути своей, ну, конечно, это здорово, там, это, насколько я понимаю, это Windows 2003. Примерно это как раз то, на что мы ориентируемся. То есть, вообще, на самом деле, там совпадение было отличное, да? А там часть в бинарном виде, часть в исходном коде. Но, кстати, я буквально два слова скажу про использование реакции для обученного процесса. Вот, если мы говорим о ВРК, да? То это нужно заключить соглашение с Microsoft, соответственно, получить их, вот эти пакеты, и потом с ними работу студентам давать. Вот, там собирается ядро, им нужна для этого вся операционка. Потом это ядро они каким-то образом заменяют, и на свою вот эту собранную работу. Значит, чем лучше реакция в данном случае? Во-первых, он меньше и быстрее. Ну, просто даже по объему исходного кода. То есть, чем студенту копаться в практически полноразмерном ядре винды, который там, о, какой, вот он может копаться в реакции. Дальше. Мы даем студенту полную операционную систему. То есть, он, студент пишет, условно говоря, make, и получает. Make, boot, city. И он получает через какое-то время, на современном компьютере, там, это вообще мало, через пять минут, он получает полный установочный образ, ISO образ, с которым он может установить всю операционную систему. А установка реакции, она занимает, ну, минуту-две. По сравнению с Windows. Каждый раз переустановить Windows, это, ну, студенты бы напряглись. А здесь переустановить реакции, с которой у меня на парах, на лабораторных работах, это так, сходу там. Не заработал, а, давай-ка я переустановлю, вот, нормально. Пошел показывать мне, все работает. Потом, они могут сразу внести свои изменения в ядро. То есть, у меня первая лабораторная работа, как раз, которая там, собрать реакции, условно говоря, да, они берут и добавляют там свой отладочный дебаг-принт в ядро. Раз, все. И при этом они не имеют юридических проблем потом. То есть, у них нет доступа к Microsoft, у них нет никаких юридических соглашений. И все, вот, этот GPL-проект, пожалуйста, нормально. Так что здесь, вот, я думаю, есть такой плюсик. Еще. Добрый вечер. Ну, вопрос два. Первый, вот, сверху. По поводу отладки ядра. Да, у вас отладчик нормально работает? Вот, в Индии я знаю, через, ну, либо с виртуальной машины, может быть, как и через виртуальный Homeboard, ну, либо с правокомпьютера. У вас это как устроено? А, у нас есть поддержка WinDBD, родного виндового отладчика. Он работает. А еще у нас есть такая штука, которая мне очень-очень нравится. У нас есть устроенный отладчик. То есть для этого не нужно иметь второй компьютер, подключенный к компорту. Ну, в смысле, нет. Компьютер, конечно, нужен просто, чтобы смотреть, что в этот компорт вводится. И прямо можно по этому компорту, соответственно, вводить командочки, ставить брейкпоинты, смотреть содержимое памяти, список процессов, потоков и всего прочего. То есть вот это, хотя некоторые разработчики критикуют, говорят, этого нет Windows, почему это есть в реакции. А я говорю, ну, это наоборот круче. Есть такой встроенный маленький отладчик, я его персонально всегда защищал от нападок, когда его хотели когда-то выкинуть из ядра, потому что он был несовместим. В результате мы его сделали совместимым с, ну, в какой-то мере с ядром винды. Вот, но тем не менее вот так. Основная отладка, это, конечно, через Deprint, то есть давайте поставим DebugPrint там, там и там, посмотрим окладочный лог загрузки или запуска, и что там происходит. Вот, то есть, ну, можно в том числе пользоваться WinDBG. То есть, отлично, ставить там брейкпоинты. А если ReactOS, вот он же сейчас собирается с помощью Visual Studio в том числе, если вот он собран с Visual Studio, то можно вообще делать по символенную отладку на уровне исходного кода. То есть, прям по коду ядра идти, как это, Step Through. Это все работает. Спасибо. И второй вопрос. Есть ли цель какая-то конечная, сделать это уже не экспериментальной системой, чем-то готовым? Или пока еще нету? То есть какие-то? Ну, конечная цель есть всегда, как это там, строить план по захвату мира, да? Ну, примерно так, да. А конечная цель, чтобы это минимально как-то работало. Другое дело, что в отличие, там, вот, ну, если бы я был, там, руководителем, там, коммерческой компании, которая бы это делала, да, и у нее было, там, какие-то ресурсы, да, я бы сказал, там, ну, вот, там, моя команда, там, примерно ориентировочно, например, вот такой родмак, такой-то по месяцам расписан, такие-то команды работают, тогда-то будет выполнено. А так как здесь у нас такая легкая, непринужденная форма управления, поэтому, да, цель есть, а когда нам будет достигнута, ну, тут зависит от желаний, возможностей каждого участника, поэтому, не знаю. Конечно, есть, потому что... Субтитры создавал DimaTorzok